Добрый день, друзья! Для России тоже добрый вечер. В Майами сейчас 2 часа дня. Это традиционный эфир, который называется «Сила безусловной любви», где мы разбираем проблемы, связанные с жизнью, и я помогаю, если проблемы преодолеть. И все те, кто просматривает этот эфир, также получают необходимую помощь. На сегодняшний день в списке заявок у меня 613 человек. Очень большой список. Конечно, в другом отеле, в мировой месте, заявок гораздо больше, но и тот эфир существует уже почти 3 года. Поэтому меньше времени, поэтому заявок меньше. Но тоже их очень много, потому что реально я, наверное, не более 10% из всех заявок, которые были опубликованы. Я смог проработать за это время. Да, я сейчас заняюсь. Здравствуйте! Добрый вечер! Давайте, друзья, для разогрева нескольких интересных вопросов. Потом будем выбирать героя, любых героев, любых героиню. И начнем работать. Часик-полтора я буду с вами. Здравствуйте! Друзья, у кого какие вопросы, задавайте. Что за заявки? По хэштегу Стримают Мир Вместе поищите в Инстаграме, вы все поймете, прочитайте. Там все условия для того, чтобы попасть в мой список. Есть. Добрый день! Добрый день! Нет, вы мне первый раз. Отлично! Новичкам я всегда рад. Можно в Майами к вам. Давайте, приезжайте. Думаю, институтцы почвы. Я вас поздравляю. Правильный выбор. Как вернуть либидо после рогов? Ну, либидо пропадает, когда есть психоэмоциональное переутомление. Помимо того, что могут быть просто заболевания. Поэтому нужно вернуть нормальный образ жизни. То есть, высыпаться, отдыхать, правильно кушать, начать заниматься умеренной физической активностью. И следующий этап. Надо свою нервную систему привести в порядок. Когда вы почувствуете себя счастливой, а не закрученной, то тогда, лидер, на счет, естественного образа, возвращаться. вкратце, да, алгоритм выхода. я очень ждал, только по России планируйся, пока Анастасии нет. Сейчас я планирую запуск института, вернее, он уже состоялся. Мы стартуем в начале апреля, будет первый блок, который будет вести Игорь Капитонов, он будет посвящен к искусству гипноза. Ждем у вас всех желающих там. Часов, по 6 часов, в среднем будет обучение с тремя перерывами. с утра и до 5, там, с 10, до 5 примерно, до 5, там, ну, как пойдет, там, помещение позволяет чуть больше задерживаться. Я в ближайшее время в Сан-Франциско не планирую быть. Планы мои не входят. В ближайшее время я планирую вернуться в Россию. В апреле я уже был в Россию, вести приемы, в поступательном институте. Кстати, еще раз хочу напомнить, что с 19 числа последний день, когда можно по льготной стоимости стать студентом института и сразу все три модуля либо с рассрочкой, либо полностью оплатить. Потом у нас цены повышаются. Цены тут будут повышаться. Давайте еще пару вопросов касаемых личной жизни, ну, либо института, что-то актуальные эти две темы. Может ли человек, который проходит психотерапию, ухудшится состояние? На какое-то время может быть, потому что любая психотерапия, она обостряет, скрывает все то, что человек скрывал долго всегда, это может сопровождаться кризисом. Это может сопровождаться кризисом, поэтому, как часть процесса, это нормально. Плюс еще есть у человека сопротивление, нежелание к реямям, и оно выражается в ухудшении состояния любых появлений каких-то новых временных, еще раз хочу это подчеркнуть, симптомов. Для поступления в наш институт высшее образование не является жестким требованием. Вы можете поступить со средне-специальным образованием, то есть, закончив колледж, и при этом получить у нас диплом. Если Вы имеете только школьное образование, то тогда мы вас тоже можем взять, но мы не выдадим Вам диплом, потому что это запрещено по закону Российской Федерации. Так, давайте еще несколько вопросов. Если мужчина не хочет секса, но все работает, как можно решить эту проблему? Сходить в сексологу, потому что, если мужчина испытывает сопротивление к сексуальной жизни, значит, у него есть эмоциональные бротки, которые в состоянии он сам не проанализирует до конца и отработает. Поэтому, вот так. Сколько стоит моя консультация? Займите в шапку аккаунта, по ссылке там есть вся информация, либо на сайте толоконин.ком, тоже подробно расписанно все мои и моих коллег. Так, боялись быть эти люди, хотя я всегда была по-уникабельной, дома комфортнее всего. Так, комфортнее всего. Почему так? Значит, у вас в подсознании есть какая-то стратегия избегания выхода из домашнего пространства. поэтому, вы, пожалуйста, на это обратите внимание, что там именно чего вас держит. Понятие дома, да, чего пугает социум, и надо разбираться у всех, тут своя история. Про следующий поток пока ничего сказать на 100% не могу, мы сейчас запустим этот, потом будет вредно. может быть осенью, но не летом, то есть не в ближайшее время, чтобы через месяц еще один будет допускать, мне так не будет. Человеку в болезни и находясь в реанимации психосомантической сейчас нельзя лечить. На самом деле работать можно, просто надо знать техники, влияние через родственников, либо техники телепатической работы с пациентом. Это все я буду рассказывать на третьей ступени, когда мы будем мастеринка выбирать и показывать, как это работает. Ну, для вводного полса понятно, это не будет преподаваться для первого модуопозора. На третьем полсе, пожалуйста, когда мы будем постигать мастерство, я буду помогать студентам выходить за их шаблоны мышления и восприятие физической реальности. И пока качество их работы будет, естественно, не больше. Так, если женщина не хочет сексу, ну, что-то не так. Что надо разбирать? Гражданство в учебе не имеет вообще никакого значения. Никакого значения. Так, в Германии есть комплект непропообразование. Друзья, частные вопросы по поводу института, у вас какая-то там своя тонкость есть, пожалуйста, зайдите на сайт www.siedeficeuniversity.com Там есть контактный телефон. Вы можете по нему либо позвонить, либо в WhatsApp и по этому же номеру написать свой подробный вопрос. И вам очень быстро, оперативно, Людмила ответит, и вы получите все необходимые информации. Так, можно ли вылечить сердце без операции, вообще говоря, что... Ну, вообще-то, еще раз говорю, вопрос к другому эфиру. Ну, не зная ваш диагноз, я, во-первых, не кардиолог, да, не вижу ваших анализов. И говорит, что вылечить сердце от чего с того, там, пролапси, нейтрального клапана, спиноз какого-нибудь, что у вас там в сердце? Ну, понимаете, да? Понятно, что если какая-то грубая патология, то, скорее всего, без операции там дело не исправится. Ну, что конкретно? Тысяча диагнозов существует. Да, как-то опасность закрытой группы, а какую группу вы имеете в виду? Да, рекомендуйте, пожалуйста, как работать с беспосвенцем. В родительстве психотерапевту если вы с ним стоите, то исправиться не можете. Плюс, приходите в институт, Саша Краснова будет третьим модуль по очереди читать, как раз будет посвященным вопросам сна, сновидений и как с одним и другим разом. Так, ребята, пошли друг к другу комментировать вопросам. Да. Почему в православии гипноз и трансовое состояние считаются крепкими? Это вопрос не ко мне, в православии. И в разных религиозных системах есть свои определенные запреты, которые держат человека в рамках. Если ему это нужно, в какой-то системе находиться для его саморазвития, пусть он находится. Но то, почему именно в православии считается гипноз трансовое состояние грехов, хотя это вы, какими-то неправдвинутым батюшками без этого, потому что я знаю многих священников, которые совершенно спокойно к психотерапии относятся и наоборот ее поддерживают. Поэтому вы прошли свой кругозор знакомств в православии. Ну что, давайте будем. будем выбирать, кто у нас первый, кто подавал заявку, кто... Я, кстати, пополнял ее не сегодня, список был пополнен несколько дней назад. Поэтому, если вы сегодня или вчера подали заявку, у вас, скорее всего, списки нет. Поэтому будете добрать. Тех, кто ждет год или больше, год или больше, напишите. если вы давно подавали заявку, напишите, я больше года, я вас проверяю сразу и после этого начинаю работать. Не просто я хочу, я больше года. Вот конкретно я сейчас выбираю те, кто очень давно ждет. Так, я почти год, 5 месяцев подавал из-за него. Долго не ответ. У вас, для вас, может быть, два часа это долго, а для кого-то и год мало. Так, я точно, вот тоже не ответ. Друзья, вот четко отвечайте на поставленный вопрос. Тогда вам всегда будет в конце меня отвечать за импись. Три месяца. А чего еще? Почти год. Ну, давайте Мануэл и Талия вас проверим. Есть ли на списке то, что бывает люди ждут, типа год, потом вдруг, да, вы давно, 414, давайте вас возьмем, вдруг узнаем, что либо в закрытый аккаунт выставили пост, либо они поменяли свой ник и забыли об этом. Вот такие вот ошибки. Либо не ту фотографию разместили, и тогда не могу человека идентифицировать. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Инна. Инна. Вы из Италии, Инна? Нет, у меня этот аккаунт рабочий. Я продаю одежду из Италии. Да. Вот мы вас и продали сразу, да? Слушай внимательно, наверное. Что побудило обратиться? Ну, на самом деле, давно вас уже осмотрю, и столько накопилось, не знаю, с чего начать. Во-первых, я боюсь выходить замуж. Я бегу от отношений, как только мне делают предложение, и вот уже дарят кольцо, и назначают свадьбу. В последний раз я вообще отменила свадьбу за 10 дней до начала. Так. Сколько таких у вас эпизодов было в жизни? Три. Три эпизода. Сколько вам с полных лет? Тридцать четыре. Может быть, это не те люди были? Ну, я чувствую, я когда была у психолога, проходила много таких тренингов, и несколько раз я слышала такое, что я боюсь остаться одна с ребенком. То есть, у меня мама с папой развелась, у нее был первый брак, она развелась и осталась с ребенком одна. То есть, папа ее взял. То есть, с вами, да? Нет, папа ее взял с ребенком, потом от нашего отца еще двое. То есть, у нас трое детей. У нас трое детей. Вы какая получаете? Последняя. А у мамы вторая, да? Ну, да. Так. Нет, третья я уже. У нас трое. Я понимаю, но вы сказали, что родители ваши встретились, а у папы был уже ребенок. Нет, у мамы был. А, у мамы был ребенок. Значит, у мамы вы третья, а у папы вы вторая, да? Да. И я сейчас, когда прихожу к психологу, и мне говорят, ты боишься остаться одна с ребенком. Ты боишься в семью войти. Как будто... Не то, чтобы ответить. Вы боитесь этого или нет? Ну, вообще, действительно, мне кажется, я проецирую. И сейчас отношение уже шесть лет, и опять подходит. Ну, он три раза мне делал предложение. я все равно не соглашаюсь. У него там свои дети от прошлого брака, и я понимаю, что это опять какие-то сложности, а вдруг моих детей не сможет обеспечить. И все. И на этом я останавливаюсь, начинаю искать пути отступления, что ли. Инна, ну, в чем ваш запрос? Вы хотите что? Понять свой страх. Избавиться от страха, потому что много... От какого страха вы хотите избавиться? Семьи. Страх семьи. То есть, страх семейных отношений, что ли? Да. Так. Ну, если вы к психологу обращались, почему страх-то не ушел? Нет. По одному чеансу ходили? Нет, я много ходила. Сколько? Год? Нет, я ходила раз семь к одному, раз пять к другому, и каждый раз я прихожу там, кто биоэнергетик, женщина, она мне там говорит. То есть, я часто хожу там, к этим психологам, то к биоэнергетикам, которые мне должны подсказать, вот а мое это или не мое. А почему вы считаете, что биоэнергетик или психолог вам должен подсказать, боясь ли это или не мое? Потому что сама я не знаю, сама я сомневаюсь. Ну, ну смотрите, на самом деле, непрофессионально дать решение от психолога либо от кого-то за вас. Потому что задача психотерапии любой создать зрелую, помочь человеку обрести зрелость, когда он сам берет ответственность за свои поступки и сам понимает, что ему надо. За вас никто никогда в жизни не имеет права решать, потому что это правильно. помощь заключается в том, чтобы ввести человека в такое состояние, его естественное, чтобы он обрел в себе полную уверенность. И тогда он сам будет принимать решение, потому что он будет четко осознавать, что ему нужно. И будет самим собой в гармонии. Вот такая цель психотерапии зрелая личность, а не принятие решения. Это же не гадательный салон, понимаете, когда вы там какие-то прикиды делаете. Я не против гадания, как метода работы с собой. Это перебор различных вариантов, что будет и так далее. Это проясняет некоторые вещи у человека. Но цель психотерапии это зрелая личность. Еще раз хочу это сказать. Когда вы сами поняли, что вам надо и как этого достичь. И, соответственно, если у вас обнаруживаются какие-то страхи, вы нащипываете их, и они вас отталкивают от принятия решения, то тогда запрос работал. А не так, чтобы за вас принимать решение и вам подсказывали. То есть, по сути, мне нельзя думать о том, что было с мамой, и у меня будет то же самое. Какие-то параллели проводить. Думать вы можете о чем угодно. Именно. Вам надо стать такой, женщиной, которая кайфует от этой жизни и уверена в себе, как в женщине. И понимает, что она хочет. Ну, по сути, у меня все нормально. У меня есть работа, я тренируюсь, там, живу, но туда ступить не могу. Не знаю. Туда ступить это куда? В семейную жизнь. В семейную жизнь. У меня отношение там 6 лет уже. Я понимаю. Но я вообще хочу этого? Хочу. То есть, я хочу уже ребенка, наверное, понимаю, что он не потянет, или у него еще твулое. А сможем мы там все это потянуть вместе? Ну, самый понятный тест. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был похож на то, мужчина, с которым вы встречаетесь? Да, он очень умный, он очень статный, там, здоровый. То есть, все при нем. Да. Ну и что мешает? Страх какой-то. М? Страх. Какой? Как вы его вырифицируете сами? Не знаю, как рождать детей. Какая-то ответственность. Что, вот у них там получилось, женой там, она осталась с двумя детьми. Да. И? Сейчас он со мной там что-то пытается. Уже 6 лет. Никаких там продвижений нет. Желание у меня не появляется. У вас не появляется желание? У меня не появляется. Ну, вы сказали, что вы хотите стать мамой. Хочу. Ну, здесь стопор какой-то с ним. Ну, представьте, что вы реализовали свое желание, да? Вы забеременеет. Что подальше? Я боюсь этого. Ну, вот вы беременны. Что дальше? Я еще больше буду нервничать, что что-то не получится. Вы беременны. Что дальше происходит? Представьте то желаемое будущее, которое вы хотите, чтобы было реализовано. Вы уже беременна. То есть, материнство это один аспект, да? Замужность немножко другой. Это бывает соединяется эти вещи, но мы хотя бы с материнством сейчас разберемся. У меня аж трус. Боюсь этого. Я буду сомневаться, все время у него спрашивать, все ли хорошо. шел. А он гинеколог? Нет. Да. У него сейчас тоже много проблем в бизнесе. Ну, что? И все, и я тогда совсем все не хочу. Окей. Ну, представьте, что вы замуж уходите. Что страшнее, родить, забеременеть или выйти замуж? Забеременеть. Забеременеть. То есть этот страх является более значимым для вас, который ограничивает вашу уверенность в себе в этом вопросе. Ну, давайте-то с ним разберемся. Итак, они готовы работать с этим? Итак, представьте, вы беременны. Уже третий, четвертый месяц живот начинает появляться. Как ощущения? Ком в груди. Ком в груди. Что еще чувствуется? Дрожусь. Так. Ну, может, нервничаю, не знаю. Хочешь, я оборудился? Я боюсь этого. беременности или аборта? Аборта. Аборта. Чего больше? Аборта или беременность? Беременность. Беременность. Так. Ну, то есть вы жестко предохраняетесь? Нет. Ну, вот. Был момент, что мы пробовали, я решалась, там, это все, но я забеременела. Мне кажется, я есть, у меня внутри защита какая-то стоит. Какая защита? Для чего? Ну, чтобы я не забеременела. Ну, там, я не расслабляюсь, что ли, как-то, и я не беру. Ну, это называется страх. А откуда они у вас, и кто их автор, надо с этим разобраться? Я общалась с мамой, то есть я смотрю вас много раз, я сама себя прорабатывала. Просто после того, как мама родила ребенка от моего отца, первого брата, отец попросил дочку. Мама боялась, что папа бросит их, потому что, у меня папа военный, все военные там бросали свои семьи в то время, там, как-то было нескладно. И мама боялась, что он оставит. И не хотела меня. А папа на коленях спрашивал ее, чтобы девочку родила. и вот возможно в тот момент, когда она забеременела, она может быть пугалась, там, не знаю, уже гадая. Не надо гадать, я надо, но давайте начнем работать, чтобы не тратить время, пустую, время, деньги, как говорят. Поэтому представьте, что вы беременны. Вы беременны. Живот появился, оригинал позвоночник шевелится. Как ощущения? Что при этом вы чувствуете? Кома в груди, у них. Кома в груди. Концентрируйтесь на этом ощущении, кома в груди. Мы поймем ваше прошлое, посмотрим, откуда он на самом деле взялся. Ваша задача концентрироваться только на этом ощущении и на том возрасте, который я буду произносить. И нас интересуют только эти два параметра. Остальные вещи не интересуют вообще. Итак, скажите себе, мне 30 лет. Есть это ощущение в моем теле? Да. Мне 20 лет. Мне 10 лет. Мне 5 лет. Мне 1 год. Немного. Сколько процентов в 1 год осталось? Процентов 20. 20. Мне 1 месяц я в животе у мамы? Процентов 10. Мне 1 день я в животе у мамы? Есть немного. Сколько процентов осталось с вами? Процентов 5. Процентов 5. за месяц до моего зачатия как ощущения? Просто тревога. Ощущение как процентов? Кома. слабый-слабый-слабый. То есть нет его практически? Да. Итак, что с моим появлением физической оболочки, то есть когда я у мамы была в животе, связывает это ощущение? Что в этом моменте происходит, что раздает это ощущение в комном уровне? Тогда, когда мама узнает о том, что у меня беременность. и в процессе беременности это что? Переживает. О чем она переживает? Любит папа ее или нет? Любит или нет? Что еще? Потянет семью или нет? Он потянет семью или нет? Да. Спасибо. Денег мало? Не хватает? Она в итоге сама работала и что зарабатывает? Да не важно. Бывает у людей с деньгами все в порядке, но ощущение их бодорад. Вообще от денег в кармане не зависит никак. Так. Она переживает, что бросила ее. Что он не сможет с ее первым ребенком. он немножко там ой. Она с месячного родила еле выжил. Трудный ребенок. Ну вы уже третий. Терпалая ноша. Да. Да. А папа не ладил с ним. И с этой беременностью не повадят? Может быть тяжело будет. третий. Не, ну вопрос. Вы по плану были зачатки? Я не знаю. Ну как укажут? Ну папа же хотел меня, просил. Ну да, наверное да, по плану. Да. Раз просил. Ну по крайней мере я знаю, что мое имя придумали еще задолго. Думаю проявление. Да. Итак, чего самого сильного боялась мама? папиного ухода. Да. И одновременно того, что не хватает денег. Она хотела, чтобы он ушел к генералу, а он не хотел. Он хотел уйти на пенсию. И в итоге он в 37 лет ушел на пенсию. Хорошо. Давайте с этим поработаем. Посмотрим дальше на ваше состояние. Итак, Инна, скажите себе, я в том месте времени я в том месте времени где начинает образовываться моя душа. Он. Я в том месте времени я в том месте времени где начинает образовываться моя душа. Что я там чувствую? Как на душе, которое только начинает образовываться. Легко. Вот это почувствуйте волну. И в этот момент представьте, что к вам приходит Бог и говорит дорогая Инна, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает о том, что она тобой беременна, она начнет очень сильно переживать по поводу того, а не бросит ли ее твой папа, а сможет ли он прокормить семью, а сможет ли она легко выносить и родить уже третьего ребенка. Но все это для того, чтобы в этот момент она почувствовала себя абсолютно счастливой женщиной, которая кайфует от этой жизни, получает состояние огромной радости и счастья просто так и без всякой причины. Это для того, чтобы с этой беременностью она бы четко себя ощущала бы еще более здоровой и уверенной себе женщиной, которая знает, чего хочет в этой жизни. и это для того, чтобы жизнелюбие и жизнерадостность как дар открылись в ее сердце и передались бы тебе по наследству. Как ощущения? Мне кажется, у меня просто от того, что я попала в эфир тревога, уже легко очень. Итак, я беремен. Четвертый месяц. Энергии стало больше. Ваша реакция как встанет? Ну, у меня нет этого кома. Я немножко нервничаю, но у меня нет кома. Ну, все женщины немножко нервничают. Это нормально. Когда что-то новое происходит, тем более такое явление, как материнство приходит первый раз, тревозность автоматически появляется. практически у любой нормальной женщины. Ничего там плохого. Я просто буду не ошибиться. Это другой же запрос. Вот, давайте разберемся с первым. Еще раз. Мне, я беременна в четвертый месяц. Как состояние? Я беременна и замужем. Как состояние? Хорошо. Хорошо. Что пугает еще? Чем я буду заниматься? Как же? Вы же там всю Италию продаете? Нет, не получается. Не получается всю? Только Ситюрию, да? Я приехала в Москву и не могу найти себя. Потому что переживаю, что я ничем не занимаюсь и должна если рожать сама пытаться обеспечивать, как мама. Ну, это не самое главное. Опция женщины зарабатывать деньги. Не самое главное. Самая главная опция научиться быть счастливой. Это точно очень важно. А счастье не зависит ни от каких внешних факторов. Это просто взгляд на себя и на свою жизнь. И вот когда вы в этом состоянии начнете жить перманентно каждый день, поставив себе эту главную задачу, вам будет все остальное автоматически понятно. Надо ли мне работать или не? Надо ли мне работать? Если я хочу работать, если я хочу работать, то что я хочу делать? На самом деле, что мне приносит удовольствие, наслаждение и что вызывает мой интерес? И как следствие помогает зарабатывать легко деньги? У меня есть такое желание. У меня не получается. Мне нравится вещами заниматься. У меня все равно не получается. Это другой вопрос. Значит, мне какого-то пазла в самореализации не хватает. Какого? Может, подскажете? Сейчас посмотрим. Ну, это немножко другая тема, да? Жалко, ты попринялась. Скажите, я по болячкам не стану говорить. Нет. Дело не в том, что я что-то должен сказать. Дело в том, что вы, если знаете, чего вам хочется в этой жизни делать, вы чувствуете к этому тягу, вопрос, который человека может беспокоить, о том, что мне что-то мешает. Это что-то мешает может быть связано с двумя вещами. Первая вещь – это страхи. Второе – это отсутствие должного опыта, то есть уверенности в себе и понимания следующих шагов. И вот как раз психологи, психотерапевты или коучеры помогают людям, которые знают свое предназначение, знают, чего они хотят достичь этого успеха. Им просто не хватает поддержки, не хватает поддержания самих себя, уверенности. Понимаете? Да? Это вот ваш файл. Потому что, если ты чего-то хочешь сделать, тебе это нравится, всегда это востребовано. Всегда. Просто вы что-то делаете не так с точки зрения стратегии самореализации. Не видите масштабность, то есть недостаточно себе заявляете. Может быть, вам надо в команде работать, а вы это, ну, игнорируете. Кто-то нужен партнер, с кем веселее дело пойдет. Вот у меня такое ощущение есть, что не хватает еще грамотного партнерства, либо маркетолога, который бы вам помог этот бизнес развить. Подсказал бы такие вещи, которые вы не осознаете, просто их не делаете и поэтому и продажи не двигаются. Понимаете, если вам нравится сам товар и нравится одежда, вы понимаете, что людям подходят, но надо, чтобы эту информацию еще другие узнали. Если не делать очевидных шагов для раскрытия этого потенциала, то тогда он не будет раскрываться. Не будет получаться так, как это может быть. То есть, в плане предназначения вы видите, что у меня действительно связано с вещами, может быть, вполне себе можно эту деятельность вам легко в поле делать и получать вам от этого удовольствие зарабатывать на этот день. Вы вообще многостанночный, человек, который может сделать несколько проектов одновременно в разных сферах бизнеса. То есть, нет такого определенного, вы там модельер или кто-то, вы человек разносторонний в отношении. И, знаете, я бы даже на одежде не заморачивался на всю жизнь за вас, понимаете, это одно из деятельностей, из такого предпринимательства это называется, которое вам нравится. Потом войдете во вкус и поймете, что можно не только одежду продавать и что-то еще. У меня быстро теряется интерес. Я начинаю заниматься чем-то, у меня там полгода, год у меня все интерес бросает. То есть, у меня это получается и у меня бросается терять интерес. Смотрите, здесь необходимо просто, если вы по психологии больше стартапер, который запускает процесс, то надо научиться его довести до того состояния, когда можно его продать. Чтобы заработать самый большой кошек. Запустил, увидел бизнес и продал его, когда он на старте поднялся и развелся. Вот и все. Поэтому я вам рекомендую подняться, что получается, на MBA, допустим, зайти в какой-то факультет долгодечный, чтобы вы понимали, как выстраиваются бизнес-модели, лучше и как они потом продаются. Как бизнес, как цикличность бизнеса и так далее. Очень полезная информация для вас будет. И все у вас в голове станет на свои места. Вернее, оно и так на свои места, просто опыта не хватает. А опыт можно получить путем самообразования. Когда вы идете и учитесь по профессионалу. Можно один короткий вопрос последний? У меня была тетя в носу, мы сделали операцию и она снова растет. И снова три сантиметра. и второй раз опять на операцию мне страшно. Может, по психосоматике что-то подскажете, почему у меня киста так все время растет. Как вы это чувствуете? А? Как вы это чувствуете? Она меня давит, я наклоняюсь, у меня вот так давит весь. Давит с одной ноздри, с двух? Двух. Но вообще она вот с правой стороны. А ощущение как будто в двух сразу. я наклоняюсь, у меня голова как лопается, я понимаю, что она там уже ну где-то два с половиной сантиметра. Это при каждом наклоне вы ощущаете? Еще раз. При каждом наклоне ощущаете? Да. Когда это было последний раз? Когда вы не наклонились после этого? Я сейчас могу наклониться, то же самое будет давлением. Ну вот вспомните это ощущение. Или наклонитесь, если вы не можете его воспроизвести, просто почувствовать его. И зафиксировать свое внимание. Есть? Угу. Вот просто на нем сфокусируйтесь сейчас. Вот на этом ощущении. Ваше подсознание воспроизводит что-то, да, что дает запуск вот этому ощущению и как следствие потом это материализуется ощущение. Вот на нем сконцентрируйтесь, мы понемл в прошлое и посмотрим откуда это взялось. Итак, скажите себе, мне 30 лет. Есть это ощущение Мэнфина? Да. Мне 20. Да. Мне 10. Меньше. Мне 5. Как она так уходит? Прошло, да. Да? Прошло. Мне 7 лет. Мне 7. Есть. не 6. Не-не, после 5 туда надо ниже. 6 лет есть, Алина? Да. 5. Меньше. Не 3. Есть еще чуть-чуть. Не 1. Не 1 год. Чуть-чуть совсем. Сколько процентов? Или уловимое? Не 2 года. Не, есть еще чуть-чуть. Сколько процентов 2 года? Процентов 2. 2 процента. Это даже ничего нет. 3 года. Не 3 года. Сколько процентов? Процентов 10. Вот начинает, появляться. Еще дальше. Вот что такого в 3 года было, потому что даже если в год или в два человек чувствует остатки там 1-2 процента, это нет. Это шлиф. Что такого было в 3 года связано с этим ощущением? Я себя вообще не помню в детстве. Мне 3 года. Мне 3 года. И что-то происходит в этот момент связанное с этим ощущением. Где я нахожусь? Где я? На улице? Дома. Что там дома происходит? Что происходит дома? Кого я вижу? Кто там в доме есть? Я всю жизнь ругалась с мамой. Я сбегала из дома. В 3 года никто из дома не сбегает? Да, но я не помню себя в 3 года. Мне 3 года. Мне 3 года. И я это начинаю чувствовать. И в садике я еще тогда не была, да? Не знаю. Бывает в садике еще в 1 год отправляют. Я сбежала из садика. Меня там обидели. Вот что я вспоминаю связанное с этим ощущением в носу? Не знаю. Мне 3 года. Что в этот момент происходит связанное с этим ощущением? Да видите, чувство оно само вас приведет в ту историю, в ту ситуацию. Какие-то образы начнут всплывать сначала, может быть, непонятные связанные с этим ощущением. Что такого в этот момент происходило, когда это чувство начало у меня появляться и нарастать? Я только помню стресс, когда меня обидели в садике, порвали мне все платье красивое. Я зарыдала, сбежала, сказала, я больше не приду сюда никогда и не пришла. Кто порвал? И какое это было сложно? Прибежали, у меня мама шила платье красивое там, шли в подъемниках. Все в блестках было, корона красивая там. Я пришла, на меня посмотрели, моя мама всегда красиво одевала. Я пришла, на меня посмотрели, увидели, побежали ко мне и оторвали меня вот так все снежинки с меня, с этого платья. Я зарыдала в ужасе и сказала, я больше сюда не приду, развернулась и больше я в садик не пришла. Я в садике была там до Нового года. В неделю? Ну, там совсем чуть-чуть я пробыла в этом садике. Два дня? Нового года я ушла. Так, сколько мне лет было? Не знаю. Что за Новый год был? Новый год в садике. Какой год? Я не знаю, вообще со скольки лет я в садике подела. Ну, ладно, потом у мамы выяснится. То есть, вот это ситуация, когда работа мое платье отрывает красивые звездочки, которые мама скрупулезно пришивала. В общем, издеваются над моим предназначением, да, продавать красивые одежды. Я испытываю в этот момент полную ненависть к детям, которые так делают. С обидой, что я больше сюда никогда не приду. Меня всю жизнь завидуют. Ненавидят меня, зато, что я лучше всех выгляжу. Да. И вы все время притягиваете к себе. Я уверенная в себе всегда оказалась. Сейчас рассказаю. Ну, если бы в Москву переехала и немножко подсела. Если были в себе уверены, то первого бы запроса не было, с которым мы работали. Итак, давайте отработаем эту ситуацию и посмотрим, что произойдет с носом. Итак, Инна, в ней один день я сживотил свою маму. В ней один день я сживотил маму. Как ощущения? Хорошо. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит, дорогая Инна, твоя жизнь не получится так, что в раннем лице тебя отдадут в детский сад, и ты придешь туда в красивом платье, в котором дети уничтожат, оторвут красивые звезды и тебе будет от этого очень сильно отбидно. Но все это для того, чтобы в этот момент ты себя почувствовал абсолютно гармоничной и уверенной в себе девочкой, которая знает, чего хочет в жизни и которая будет получать огромное удовольствие от того, что твои таланты и твои навыки будут реализованы в этой жизни. Это для того, чтобы ты любил у себя такой, какая ты есть и получал бы от этого удовольствие. Так для того, чтобы ты наслаждался любым обществом и всегда видела в себе и в других людях прекрасное, красивое гармоничное начало и получал бы удовольствие от общения. Как с Теней? Инна, на связи? Да, я здесь. Как самочувствую? Да, 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 я здесь. Какой-то сладкий йогурт мы увидели, а на секундочку. Мед? Мед, да. Как самочувствую? Хорошо. Попробуйте кланяться вниз. Ну, есть еще давление. Какая интенсивность этого давления? В чем разница? В чем разница? Вот, раньше было вот здесь, а сейчас вот здесь. сколько процентов от ощущений осталось? Да, процентов 10. 10 осталось. Ну, 90 процентов трансформации, неплохой результат. Значит, понаблюдайте дальше за своим носом, посмотрите динамику, я бы вам рекомендовал заниматься йогой и добавить пранаямы. для того, чтобы пранаямы, это дыхательные техники, йогуртские, для того, чтобы продышать свою легочную систему и остатки обид, которые вы накопили, совсем с ними попрощаться. И это, кстати, вам позволит улучшить собственность самореализации, потому что вот здесь блок стоял. Когда вас люди обижают, то вы не можете товар им продать. Понимаете? Да, если вы даже общаетесь и вам говорят нет, а вы все равно делаете свои вещи, то рано или поздно вы становитесь востребованным человеком. Ну, не рано или поздно, а помогает этому сделать. Продвинуться. Это как раз очень важный коммуникативный навык, потому что в детстве мы закладываем свои отношения к собственному взрослым людям. И когда вы подходите с чем-то с человеком, беседуете, вы невольно через этот фильтр начинаете смотреть на него, а люди это подсознательно чувствуют и вам демонстрируют все то, что когда-то было в вас записано обстоятельствами жизни. Если вы ретроспективно чувствуете любовь и гармонию к себе, к самой, даже если над вами издевались какое-то время, а для вас это наоборот признак того, что я рейтинг имею большой, что я наведу, что я делаю какие-то вещи, которые на самом деле приковывают внимание, то я именно это ощущение, этот опыт беру из той истории и он начинает мое управлять. И тогда я легко и просто достигаю бизнес-идей, бизнес-сорей. Спасибо вам большое, что уделили такое большое время. Все, Инна, хорошо, удачи вам. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Счастливо. Вот так вот, друзья, проработка нескольких запросов одновременно происходит. Одновременно происходит. Все взаимосвязано и здоровье, и поведение. И вот, если меня психологи слышат, вот клиент упорно говорил, что я себя не помню, в детстве не помню, этого не помню, вообще никогда это не слушайте. Все сознание пытается спорятать боль. когда вы настойчивые, вы знаете, что любой человек все знает, все помнит, вы начинаете открывать это в человеке, и он вдруг начинает вспоминать потихонечку, но выходит на ту травму, которая у него внутри сидит, и как Ветя в жизни показал, связана с его основным запросом и с предыдущей темой. Субтитры сделал DimaTorzok